Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Осенний посев выполнен в Мартунинском районе Арцаха на более чем 7000 гектаров. Последние звонки прошли в школах Джавахка. Горожане выступают против эксплуатации карьера на берегу озера Ван Западной Армении. Сегодня день рождения великого армянина Шарля Азнавура. Славные дети Западной Армении Акоп Мартаян. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. В Мартунинском районе посеяно 7052 гектара озимых культур, в том числе и гичменя 3103 гектара, пшеницы 3918 гектар. Об этом в Арцахпресс сообщил начальник управления сельского хозяйства Мартунинской районной администрации Роберт Ванян. Отметив, что в прошлом году в районе было засеяно около 15 тысяч гектаров озимых культур. По его словам, жители, занятые в сельском хозяйстве, пользуются различными программами господдержки. После Второй Арцахской войны около 65% пахотных земель осталось под контролем Азербайджана. Те землевладельцы, которые будут заниматься выращиванием овощных культур, добавят запланированные посевы и получат в качестве поддержки 300 тысяч драмов за гектар, добавил Ванян. Говоря о боросительных системах, наш собеседник отметил, что полив овощных культур и табачных площадей осуществляется капельными системами. 21 мая в трех школах Ахлкиалаки прошел последний звонок. Из-за ограничений для предотвращения распространения коронавируса в школах Ахлкиалаки, последний звонок в этом году прошел без излишней суеты. Последний звонок прозвенел сегодня в школах номер 1, номер 2 и номер 5 Ахлкиалаки. В этом году 33 выпускника попрощались со своими учителями в школе номер 1. В школе номер 5 – 12 выпускников, в школе номер 2 – 28 выпускников. Ранее мероприятие проводилось в двух других школах Ахлкиалаки – номер 3 и номер 4. В общеобразовательной школе номер 4 имени Домерчана – 43 выпускника. В школе номер 3 – 14 человек. Эксплуатация карьера открытого на берегу озера Ван в Западной Армении вызвала большой резонанс среди горожан. Жители, реагируя на открытие карьера, созданного на общественном берегу озера Ван, отметили, каменоломня – это несправедливость по отношению к природе Гаваша и людям в целом. Горожане предупреждают, что карьер, построенный в районе провинции Ван-Гаваш, не только разрушит территорию, из которой может поступать вода, но и истощит окружающие водные ресурсы. Карьер, расположенный примерно в 300 метрах от озера, получил лицензию. Граждане, выступающие против карьера, хотят, чтобы лицензия и отчёт об оценке воздействия на окружающую среду ОВОЗ была отозвана, а шахта закрыта. Напомним, Гаваш – провинция Ванского велоета Западной Армении. Он расположен в северной части озера Ван. Центром была историческая деревня Востан, где сидел губернатор провинции. Всемирно известный великий армянин родился 22 мая 1924 года в парижском районе Сен-Жермен-де-Пре в семье Майкла и Кнара Азнавуриан. Имя при рождении – Шахнур Вагинак Азнавуриан. Его отец был родом из провинции Эрзурумы Западной Армении, родился в Ахалцхе. А его мать, родившаяся в 1902 году в Измире, была свидетельницей резни армян. За свою музыкальную карьеру лучший поп-певец 20 века по версии журнала «Таймс» записал около 1200 песен на разных языках. Он является автором и соавтором более тысячи работ для себя и других музыкантов. Его песни исполняли многие всемирно известные певцы. Сняты такие фильмы, как «Голова к стене», «Не стреляй в пианиста», «Сатана» и «Десять заповедей», «Арарат» и другие фильмы. Автор 14 книг, переведенных на десятки языков. Он основал благотворительный фонд сразу после разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке. Он является постоянным послом Армении при ЮНЕСКО. Он стал соавтором благотворительного видео с Анри Верноном и другими 90-французскими певцами и актерами на песню «For you, Armenia». Видео было продано рекордными двумя миллионами копий. Позже, в качестве благодарности за помощь Армении, он был награжден дипломатическим паспортом Республики Армения и назначен постоянным послом в ЮНЕСКО. В ЮМРЕ установлен памятник Азнавуру. Его именем названа одна из площадей Еревана. Шарль Азнавур покинул нас 1 октября 2018 года в возрасте 94 лет. Акоп Мартайан, лингвист и тюрколог. Родился 22 мая 1895 года. Скончался 12 сентября 1979 года. Также известен как Акоп Дейла Чар. Он родился в Константинополе. Он учился в американской средней школе в Константинополе, где потом был учителем английского языка. Затем директором. Получив звание американского магистра искусств. А в 1922 году звание профессора. До 1932 года он занимался арминоведением в разных странах. Взял на себя руководство первой армянской школой в Бейруте. Основал газеты «Рахвера» и «Культура». Редактировал еженедельник «Луис». В этот период были изданы его пьеса «Первые испытания» и переводы различных произведений с английского языка. С 1932 года работал в Турции. Был главным специалистом Союза турецких лингвистов. Свободно владел английским, турецким, французским, греческим, испанским, итальянским, русским, польским, болгарским и другими языками. Получил название «Дейла Чар» – ключ к языкам. С 1936 по 1950 годы читал лекции по истории языкознания и общему языкознанию в Анкарском университете. Авторы ряда монографий по различным направлениям турецкого языка, работ по арминоведению. В 1942-70-х годах он был техническим консультантом турецкой энциклопедии. Затем ее главным редактором. Умер в Константинополе. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Освещение нашей работы прежде всего направлено на то, чтобы объединить армян, разбросанных по всему миру, привить патриотизм нашим поколениям. В это непростое время государственное телевидение Западной Армении стоит за справедливой борьбой армян. Нам нужна ваша поддержка. Вместе мы можем сделать больше. Далее для вас ансамбль «Сасун». «Хай, Мэрик». «Хай, Мэрик». Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.